Значительная протяженность Италии с севера на юг, различия рельефа, субтропический и континентальный умеренный климат с индивидуальными погодными условиями в разное время года часто ставят туристов перед выбором где отдохнуть в Италии. Природные особенности каждый сезон увеличивают туристический интерес к Италии у путешественников со всего мира. Отдых в Италии прекрасен в любое время года и напрямую зависит от цели, которую преследует посетивший ее гость. Обычно тур выбирают территориально, подстраиваясь под погодные условия. Рассмотрение в Италии сезона отдыха по месяцам позволяет более детально спланировать любой отдых. Для туриста, знающего какие сюрпризы преподносит погода Италии, вопрос когда лучше ехать отдыхать не станет проблемой. Климатические особенности помогут лишь скорректировать отпуск, чтобы воспоминания о нем были наполнены светом и теплом. Особенности распространенных сезонов отдыха – высокий сезон, с середины мая по сентябрь, это пляжный сезон, предпочтительно характерный южным курортам. Сочетает также экскурсионное направление. Бархатный сезон – с сентября по октябрь – лучшее время для пребывания на юге страны. Низкий сезон – с октября по апрель – сезон снижения туристического потока, исключением которого являются только традиционные всемирно известные праздники. Идеальный период для экскурсий, самостоятельных передвижений по территории. Горнолыжный сезон – нестабилен в датах из-за погодных условий, высоты гор над уровнем моря, период – комфортный для катания на склонах. Изысканный отдых на пляжах Италии можно комбинировать с изучением красот ее древнейших городов на экскурсиях. Идеальное место для такого отдыха расположено на побережье страны, где лето отличается солнечной, порой даже знойной погодой. Популярностью пользуются курортные Сицилия, Сардиния, Тоскана и Лигурия. Пляжный сезон открывается с середины мая и продолжается до конца сентября. Среди летних месяцев – июнь считается самым комфортным периодом, когда температурные показатели держатся в пределах нормы, и количество туристов не мешает осматривать достопримечательности, наслаждаться красотой береговой линии. Приятным бонусом считается и снижение цены на тур в это время. В отличие от первого летнего месяца, июль и август считаются самыми пляжными месяцами. Море в это время идеальное для отдыха с ребенком. Туристы, по примеру местных жителей, предпочитают в это время отдых на Лигурийском побережье, где жара немного отступает, либо на севере страны, но без характерных пляжей. Укрыться от пляжного зноя позволяют традиционные экскурсионные маршруты, различные фестивали и праздники. Также в полдень, когда солнце активно, можно отправиться на шопинг, пользуясь периодом распродаж, или на дегустацию изысков местной кухни. Обратите внимание, середина лета отмечается очень высоким по стоимости периодом для отдыха. Это касается не только перелета, но и вопросов бронирования жилья, покупки экскурсионных предложений, продажи сувенирной продукции. Количество желающих посетить этот регион в самый пик купального сезона создает условия для роста стоимости. Достаточно сложно найти горящие предложения на поездку в Италию в летнее время. Туристические путевки быстро раскупаются, делая бронирование заранее единственным путем в вопросе экономии на туре. Погода в Италии по месяцам Осень в Италии хороша, уже не жарко, но и не совсем холодно, бездухоты по ночам, с ощущением ночной прохлады. Сентябрь заряжает итальянский воздух воспоминаниями о лете, даря возможность приезжим гостям насладиться воспоминаниями о не таких далеких солнечных днях. В октябре погода начинает понемногу переходить на сторону осени. В это время, приехавшие насладиться бархатным сезоном на пляжах Италии, начинают покидать ее территорию. Ноябрь может удивить погодой, может быть как солнце, так и дожди, которые готовят всех к наступлению зимы. Этот месяц позволит туристу прочувствовать обычную размеренную жизнь простого итальянского города. Накинув рюкзак на плечи, можно с легкостью путешествовать по Италии, окунувшись в мир ее исторических и природных достопримечательностей. Но стоит учитывать, что отдых в этот период бюджетным не будет. Цены не уменьшатся, небольшое снижение может наступить лишь ненадолго в середине осени. Где отдыхать в Италии в осенний период вопрос риторический. На территории республики проходит много интересных мероприятий. Любителей культурного наследия заинтересуют объекты древнего мира, эпохи Средневековья, исторические памятники эпохи Возрождения. Познакомиться с оригинальной современной культурой и итальянским колоритом также не составит труда. Важно, интересны празднования в Италии двух дней, всех святых, более известны, как Хэллоуин, и всех усопших, расположенных совсем рядом друг с другом. Внимательный турист обязательно отметит для себя фестивали и праздники, которые сейчас организовываются в каждом населенном пункте. Традиционно в начале сентября в Венеции проходит регата, венецианский кинофестиваль. Верона будет интересна своей конной выставкой, традиционно проходящей в ноябре. Неаполь, расположенный на юге страны, также интересен для посещения в осеннее время. Начиная с октября, в Италии проходят знаменитые фестивали еды. Побывав на них, можно познакомиться с гастрономическими особенностями и предпочтениями итальянцев. Организовываются такие праздники в Пьемонте, Болонье, Петрудже, Тоскане, Умбрии и многих других. В это время допускается вариант самостоятельного отдыха. Инфраструктура и транспортное сообщение в Италии очень хорошо развиты. Это позволяет продумать маршрут для путешествия своим ходом, вооружившись картой знаковых достопримечательностей. Пляжный отдых в Италии зима в Италии благоприятная и очень солнечная. Большое количество осадков выпадает в первый месяц, что и позволяет Италии развивать туризм в это время. Зимний отпуск в Италии ассоциируется с горнолыжными курортами, раскинувшимися на территории Альпы и Доломитовых гор, термальными источниками. Горнолыжные склоны характеризуются дешевой стоимостью. Для Италии как раз характерен сезон скидок и горящих предложений, позволяющих провести активный отпуск. На территории Италии множество популярных курортов. К их числу относят люкс-качество Валли Даоста, Трентиналь Туадиджи, Вальди Фасса, Вальди Фьомми, Валтилина, Левиня, Бармия и другие. Невероятные пейзажи приятно дополнят отдых на горных трассах. Кроме активного времяпровождения, отдых в Италии зимой можно комбинировать со здоровительными курсами на термальных курортах. Они позволяют пройти лечение различных заболеваний, расслабиться и просто оздоровиться в термах. Женщины получат море удовольствия от предложенных косметических процедур. Важно! Зимние развлечения на территории Италии рассчитаны на любой уровень подготовки. Можно посвятить отпуск катанию на санках, освоению сноуборда или обычных лыж на скоростных спусках. На территории курортов имеются школы, рассчитанные для обучения туристов всех возрастов. Очень выгодно то, что многие курорты предлагают единый абонемент, который позволит перемещение ко всем трассам. Отдых с детьми в Италии экскурсионный туризм идеально сочетается с весной на территории яркой Италии. Такой цветущей и благоухающей ее не увидеть ни в один из сезонов. Поэтому первое знакомство с этой страной лучше начинать с весны. Погода в этот период времени способствует тому, чтобы сделать отдых максимально комфортным. Солнце согревает теплом, воздух прогрет, уступая на время место краткосрочным весенним дождям. Разница в погоде возможна только на севере страны, где в марте еще сыро и сравнительно прохладно. В целом, отдых в это время подходит для пеших прогулок, посещения фестивалей и праздников, различных ярмарок и торговых площадок. Где лучше отдохнуть в Италии весной, напрямую зависит от места концентрации торговли. Сезон таких мероприятий открывается пасхальными празднествами и продолжается музыкальными и театральными представлениями, выставками и шествиями. Для тех же, кто желает увидеть природную красоту Италии, стоит обратить внимание на посещение в апреле островов Сицилии и Сардинии, которые без туристического наплыва откроются по-новому. Обратите внимание, начиная с марта можно обратить внимание на Рим с его соборами, храмами и базиликами, художественное наследие Флоренции, Кьянти, с ароматом настоящего красного вина на фоне весенних пьянящих лугов. С середины весны идеально отправиться в Венецию или же ее недалекий, буквально в 24 километрах расположенный, уменьшенный двойник, городок Кёджа. Можно насладиться Тосканой, откуда возможно приехать только влюбленной в Италию навечно. Оказавшись весной в Италии, невозможно взять и пропустить сезонные распродажи. Обновить гардероб – первоочередная задача, которая заставляет прекрасную половину человечества совершать покупки. В начале весны наблюдается спад на путевке в Италию, который к середине апреля постепенно сменяется ростом цен. Первоочередное внимание стоит уделить самым популярным направлениям. В мае как раз и происходит пиковый скачок стоимости натуры, поэтому сложно найти дешевую альтернативу. Где лучше отдыхать в Италии варианты определить невозможно. Все здесь индивидуально, отдых доступен на любой бюджет, возраст и нацеленный на любые задачи. Пляжный отдых станет в радость всем как в июне, так и в сентябре. Понежиться на солнышке в лучах непалящего солнца в этот период времени идеально для семейного отдыха с детьми. Следует помнить, пляжи и все, что на них оборудовано для комфорта отдыхающих, в Италии платно. В некоторых отелях даже пляжные принадлежности могут входить в стоимость проживания или оплачиваться отдельно. Недорогие курорты Италии будут ждать своих гостей в апреле и мае, также в сентябре и октябре, когда начинаются скидки и толпы туристов не будут мешать насладиться красотой достопримечательностей. Такой тур на двоих станет мечтой каждой пары. В это время можно сэкономить на путевке, выбрав горящий тур. Поехать в горнолыжный тур стоит в зимний период, выбирая максимально комфортные условия для проживания и обучения активным видом спорта на склонах альпийских городских. Для молодежного отдыха лето и острова Италии самое тусовочное место. Не оставит равнодушных Италии и любителей отдыха премиум класса. Как бы там ни было, как каждая пора года хранит свое очарование, также Италия оберегает свои исторические загадки, архитектурные памятники и природные красоты. И каждый раз, приезжая в Италию, эта страна будет по-новому себя раскрывать и дарить ощущение наполненности от знакомства с любопытными местами.